На чём спят жители Республики Хакасия? Конечно, на матрасах, кроватях, подушках Хилдинг Андерс. Только сейчас скидки до 60%. Хилдинг Андерс работает для вас в прежнем режиме. В Абакане на Торосова 15. Смотрите 14 мая в телешопинге. Где купить качественный матрас всего за 6 тысяч рублей? Какой кондиционер не только охлаждает, но и очищает воздух от бактерий? Что приготовили герои шоу Форт Боярд для наших телезрителей? А ещё я подарю эксклюзивный подарок одному из зрителей. Не пропустите в четверг телешопинг на ТВ7 сразу после Нотабены. В Акасии коронавируса могли заразиться беременные, а новых больных хотят размещать в офтальмологии. Это главные новости Юго-Сибири. С вами Анастасия Павлова. Здравствуйте. Белоярский гинеколог вышел на работу с коронавирусом. Больница едва открылась и тут же попала в очередной скандал. Портал Госуслуг не справился с заявлениями на 10 тысяч от Путина. Пенсионный фонд Хакасии отмечает увеличение клиентов, но ажиотажа нет. А в Красноярске директор отделения не уговорил толпу разойтись по домам. Есть, мы видим, спиленные деревья, ветки, есть обломки бетона, уже, похоже, давно здесь лежат. Там еще сухие деревья повалены. Мобильная группа нашла свалку на берегу Енисея рядом со смотровой площадкой Саяно-Шушинской ГЭС. На монетах из серии «Оружие Великой Победы» изображены передовые конструкторские разработки. Национальный банк Хакасии показал юбилейную серию монет. Расскажем, как пополнить коллекцию редких денег. В Белоярской больнице снова больной коронавирусомедик. Медучреждение только открылось после карантина и теперь его впору заново закрывать. И, скорее всего, потому что врачи поторопились выйти на работу. У гинеколога контрольный анализ показал COVID-19. Сколько пациенток пришли на прием к больному врачу, Минздрав не уточняет. Говорит, идет служебная проверка. Коллеги больного гинеколога на условиях анонимности называют 18 фамилий. Пациентки из Белого Яра, Кайбала, Аршанова и Бакана. Разница информации о том, когда гинеколог вышел на работу. Чиновники рассказывают, что после личного карантина. А наш источник говорит, что принимать пациенток врач начал до окончания изоляции. Еще одна больница закрылась на карантин в Хакасии. В отделении терапии Аскизской больницы лежала пациентка с коронавируса. Она туда поступила с признаками простуды. И потом диагноз подтвердился. Женщине 80 лет. Она из Бельтирского. В карантинном отделении закрыто 28 пациентов. Новых случаев заболевания за сутки 21. 12 человек подхватили инфекцию на работе или в семье. 8 зараженных обратились за помощью с признаками простуды. Один человек заболел в Абаканской больнице. Она остается на карантине. Так, в республике 524 случая заражения. 43 пациента еще вылечилось. Всего умерло 9 человек. Подтвердился диагноз ковида у главного детского хирурга Абаканской больницы. Врач и депутат Верховного совета Геннадий Конзычаков находился на самоизоляции. Поэтому закрывать на карантин дополнительные отделения не будут. Больных коронавируса медики разместят в Абаканской больнице и в республиканской офтальмологии. До конца недели там появятся дополнительные койки для зараженных. Расширят врачи количество мест и в Саиногорской больнице. Итого новых койок будет 200. Они для тех, кто не может самоизолироваться дома и болеет в легкой форме или даже без симптомов. Всего незараженных размещают в республиканской инфекционке в Саиногорске и Черногорске. В общем, занята половина койок, а новые нужны про запас. К примеру, Саиногорск ждет приезда большого количества вахтовиков. Для них администрация Саиногорска подумывает создать карантинную зону. Среди вариантов 8-я коррекционная школа. Кроме койок для больных региону может не хватить и место в обсерваторе в центре Лебедя. Власти Хакасии говорят, что новый обсерватор откроют до конца недели, где именно не решили. Единый госэкзамен для школьников Министерство просвещения переносит с 8 июня на более поздний срок. Даты пока нет. Те, кто не планирует поступать в вузы, сдавать обязательные русские и математику не будут. Экзамена в 9 классе по тем же обязательным предметам также не планируется проводить. Итоговую оценку педагоги выставят по годовой. К новостям вернемся через две минуты. А спонсор выпуска – садово-ландшафтный центр «Усадьба». Садово-ландшафтный центр «Усадьба» приглашает всех старых и новых друзей за покупками. Большой выбор многолетних цветов, кустарников, саженцев, плодовых и декоративных деревьев. Более трех тысяч наименований семян. Грунты и удобрения для всех видов растений. Химикаты для борьбы с сорняками и вредителями. Огромный ассортимент садовой техники и инвентаря. Многообразие цветочных горшков, садового декора, уличной мебели, качелей, грили и мангалов и множество других товаров. Садово-ландшафтный центр «Усадьба» расположен по адресу Абакана, скиская 144. Я говорю, знаете что, я на вас буду жаловаться. Да жалуйтесь, хоть Путину. Мобильная группа в Саиногорске подскажет, как действовать, когда коммунальщики не торопятся спиливать старые деревья. Танки с курской дуги и автомат красноармейца. Национальный банк показал юбилейную серию монет. Расскажем, сколько их и как достать. А ты чё такой счастливый? Ты же по уши в долгах. Был в долгах. Решите свои проблемы с долгами раз и навсегда. Единый центр защиты. Звоните прямо сейчас. Черногорск. 313-123. На чём спят жители Республики Хакасия? Конечно, на матрасах, кроватях, подушках Хилдинг Андерс. Только сейчас скидки до 60%. Хилдинг Андерс работает для вас в прежнем режиме. В Абакане на Торосова, 15. Хорошие новости. Интернет и телевидение СКАД можно оплатить, не выходя из дома. Просто заходи на сайт платидома19.рф и оплачивай без комиссии. Ого. Здравствуйте. Вы любите стоять в очереди? Уверен, что нет. Зачем стоять в очереди, чтобы передать показания приборов учёта и оплатить коммуналку, если это можно сделать в своём собственном телефоне? Тем более в такое время. Эй, смотри! Ну? Скачивать мобильное приложение СГК в Apple Store и Google Play. А кто крайней очереди? Уж точно не я. Я плачу в мобильном приложении. Смотрите 14 мая в телешопинге. Где купить качественный матрас всего за 6 тысяч рублей? Какой кондиционер не только охлаждает, но и очищает воздух от бактерий? Что приготовили герои шоу Форт Боярд для наших телезрителей? А ещё я подарю эксклюзивный подарок одному из зрителей. Не пропустите в четверг с телешопинг на ТВ7 сразу после Нотабены. Просыпайтесь под любимые песни. С новым мобильным приложением RetroFM с функцией Будильник. Доступно в App Store и Google Play. Подавать заявление на 10 тысяч рублей от Путина можно. На сайте Госуслуг появился раздел о новом пособии. Напомним, эти деньги обещал президент семьям с детьми от 3 до 15 лет включительно. Если ребёнку исполнилось 16 после заявления Путина, то есть после 11 мая, денег уже не будет. Баннер с заявлением на пособие висит на главной странице. Проходим по нему, регистрируемся и сразу попадаем на нужную страницу. Заполняем и ждём СМС с подтверждением, что заявление принято. Возможны проблемы, слишком много людей подают заявление. Накануне сайт Госуслуг работал также с перебоями. Сервис стал доступен после обеда, а строка с заявлением появилась ближе к вечеру. Помимо разовой помощи в 10 тысяч, деньги получают и семьи с детьми до 3 лет. Три месяца по 5 тысяч рублей. Пенсионный фонд Хакаси говорит, что обращение к ним стало заметно больше, связанное это с новой выплаты. Но принимают они только по предварительной записи. А вот у соседей в Красноярске люди штурмуют офис государственной структуры. Большая часть этих людей пришла за СНИЛС. Без страхового номера у ребёнка нельзя получить выплату. На видео у телекомпании приема отделение в советском районе. Работает оно, как и в Хакасии, по предварительной записи, но люди столпились. Фонд вывел дополнительных сотрудников. Директор отделения убеждал людей разойтись, но толпа осталась на месте. Отметим, выплату можно получить до 1 октября. И начнутся выплаты через 2 недели, не раньше. Пьяная воспитательница детсада каталась на машине в Багратском районе. В салоне находилось двое детей. При этом женщина ранее уже привлекалась за нетрезвую езду. Далее без комментариев. Здравствуйте, товарищ водитель. Дорожно-патрульная служба полуляха капитан. Почему вы не выполняете требования об остановке? Я не поняла, что вы хотели. Почему не выполняете, товарищ водитель, требования об остановке? Ребятишки не пристегнуты у вас ремнями безопасности, детскими удерживающими? Простите, мы только до магазина, честно. Куда поехали, в магазин? Ну да, мы картошку посадили чисто до магазина и обратно. Спиртным, товарищ водитель, от вас пахнет? Ну, пиво бутылочку выпила, да. В Черемушках Беря Кенесей превращается в свалку. Мобильная группа выяснила, кто и когда ее уберет. Еще расскажет, как заставить городских коммунальщиков спилить сухие деревья во дворе многоэтажки. Здравствуйте, это мобильная группа НОТЭБН и Саяногорск. Сегодня мы начинаем с поселка Черемушки. Мы находимся на набережной Енисея, не доезжая с мотровой площадки на ГЭС. И рядом с мостом, который через Енисей. К нам обратились жители поселка с просьбой разобраться, кто превратил их любимое место отдыха в свалку. Будем разбираться. Здесь чего только нет. Есть, мы видим, спиленные деревья, ветки. Есть обломки бетона, уже, похоже, давно здесь лежат. Там еще сухие деревья повалены. Ветки, отходы ила. Это, скорее всего, управляющие компании ветки скидывают. Кто здесь мусорит и кто будет все это убирать, сейчас будем выяснять. Виктор Федорович, добрый день. Седьмой телеканал НОТЭБН, Анастасия Тарбаева. Вы не в курсе, вы вообще следите за порядком, кто здесь мусорит и кто вообще все это будет убирать? Понимаете, вот только у нас неприятная ситуация была одна. Убрали стихийную свалку в районе электроэкстреля номер один. Все почистили. Прошло несколько дней, вот неизвестные лица на берегу Енисея в районе фильтровальной станции вывалили жидкий грунт в смеси песка и земли, и также строительный мусор. Нам придется сейчас решать вопрос, выбирать этот мусор. По закону всем, кто мусорит на водоохранной территории, грозят штрафы. Частникам до двух тысяч, юридическим лицам до трехсот тысяч рублей. Китайская стена еще тут тоже нестриженная. Вот эти сухие деревья стоят у нас уже в этом году третий сезон. Вот это, в частности, вот это, да? И вот. Вот, видите, какая высота. Мы подали заявку в наш комитет по ЖКХ 3 июня 2019 года. То есть год прошел уже почти. Год, да, скоро будет год. А эти деревья, они вам мешают или что, какие-то... Ну а как вот, смотрите, вот сидим дома. Сидим дома. Ни на балкон, ни в окно. Вот такое безобразие, вот оно вот все против окон. Я говорю, знаете что? Я говорю, я на вас буду жаловаться. Да жалуйтесь, хоть Путину, хоть куда жалуйтесь. Решили позвонить сразу руководителю КБО Виктору Свериденко. Значит, в прошлом году спилили на четыре дерева. В этом году заявок не поступало. А вот скажите, пожалуйста, могло ли быть так, что, ну, просто спилили, например, не те деревья? Спилили те, что они показывали. Что им сейчас вот делать тогда получается? Пусть пишут заявление, отслеживаем и будем решать. И вот мы приехали в Майно, смотрим, как здесь сейчас делают пешеходную дорожку, тротуар, бордюры, что меняют. Пойдем узнавать у рабочих. Уже шесть, пять дней, да? Пять дней работаю. Пять дней и за это время что вы сделали, получается? Вы пока с этой дорожкой, да, разбираетесь? Да, да, да. А откуда у нас получается рабочие, это какая подрядная организация, кто подрядчик? Абакан, Саиногорск, откуда? Саиногорск. А то есть вы дорожкой, вот прям до конца Ленина сделаете дорожку, да? И когда собираетесь закончить, по плану, когда? Вот через три дня мы уже заканчиваем. Этим летом в Майно запланировано много ремонтных работ. Сейчас доделают дорожку по улице Ленина, потом сделают парковку возле детского сада, сделают еще остановку для школьного автобуса возле школы и перейдут на площадь возле ДК «Визит» и детскую площадку. Весь ремонт на федеральные деньги по программе «Комфортная среда». Жители Майно не раз жаловались в Нотабене на эту детскую площадку и вот скоро здесь все изменится. Это была мобильная группа Саиногорск, Анастасия Тарбаева, Виталий Ломаковский, Сергей Кретов. Коммунальщики так и не откачали воду в подвале Черногорского общежития. Мы рассказывали об этой истории на прошлой неделе. Люди пожаловались, потому что никто их проблемой не занимался и управляющей компании у дома нет. После нашего сюжета Хакрис Водоканал прочистил засор и откачал воду из канализационных колодцев. Но вот воду из подвала организация не трогала. Говорит, это ответственность жильцов. С претензиями за возмещение затрат можно обращаться к техникуму неподалеку. Ему принадлежит канализация. В администрации техникума рассказали, это трубы. Ответственность Хакрис Водоканала. Пока две госструктуры перепираются, чья дрявая канализация, жильцы общежития живут на воде. Экс-главу Усть-Абаканского района отпустили из колонии в Нижнем Тагиле. Бывший чиновник вышел на свободу по причине крайне тяжелого заболевания, пишет 19.рус.инфо. Суд признал Виктора Репчевского виновным в превышении должностных полномочий. Виновным был признан и глава управления имущественных отношений Владимир Обижаев. Они продали муниципальные участки по заниженным ценам. Всего в деле было 18 преступлений. Ущерб бюджету, по данным следователей, составил 320 миллионов рублей. Тогда Репчевский получил 3,5 года за решеткой, Обижаев 2,5. Владимир Обижаев скончался, пока приговор обжаловали. Олега Иванова Абаканский избирком не включил в список кандидатов мэра столицы законно. Верховный суд России отменил решение Кемеровского касационного суда, сообщает Хакасия Информ. Так что избирком в ноябре правомерно отказал Иванову в регистрации из-за недействительных подписей. Альбертович, напомню, собрал часть их у коллег в сером доме на рабочем месте, а это запрещено. Получается, что по судам председатель бюджетного комитета полгода ходил зря. Далее 5 новостей коротко. Полиция поймала 53-летнюю жительницу Абакана. Она незаконно торговала сильнодействующими лекарствами – тропикамидом, феназипамом и димедролом, а также маком. Госуниверситет Хакасии в этом году будет принимать выпускников школ, колледжей и вузов на обучение дистанционно. Приемная кампания стартует 20 июня. Подробнее на сайте ХГУ. 16 мая. Ночь музеев в Хакасии пройдет виртуально. Музеи региона покажут экскурсии, мастер-классы, выставки и концерты. Увидеть можно на YouTube-канале Министерства культуры Хакасии на русском и хакасском языках. По данным Минюста, с начала 2020 года в России зарегистрировано на 5000 меньше разводов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регистрация браков также сократилась почти на 4000, пишут «Известия». Видео о том, как собака усадила кота для фотосессий, покоряет Twitter. Автор долго пытался сфотографировать своих питомцев. Кот сидеть смирно не хотел. Видимо, собаке это надоело, и она усадила кота для хорошего кадра, пишет 120SU. Юбилейные монеты к 75-летию Победы появились в Хакасии. Это целая серия с разной чеканкой, с танками, самолетами и автоматами. Но получить их будет сложнее, чем обычно. В банках памятные монеты менять не будут. Не хотят создавать очереди из-за коронавируса. Деньги предназначены для обычных расчетов. Их уже пустили в оборот, поэтому встретить юбилейные монеты можно в магазине или автобусе, если повезет. Серия 25-рублевых состоит из разных монет. В Хакасии их 9 видов. С танком Т-34, артиллерийскими орудиями и боевыми самолетами. Также на монетах можно рассмотреть фамилии известных военных конструкторов. Проще с 10-рублевкой, она одна. С датой 75 лет и пятиконечной звездой в центре. На монетах из серии «Оружие Великой Победы» изображены передовые конструкторские разработки. Которые были в то время и которые привели нас к великой победе. Домашний режим не значит, что женщинам надо забывать про себя. В преддверии лета особенно важно ухаживать за собой и думать, там можно сделать не хуже, чем в салоне. Кремы, скрабы, маски – каждая из этих бутылочек создана профессионалами. Средства для ухода, на которых работают косметологи в салонах, и стоит выбирать сегодня женщинам. Профессиональная косметика содержит в составе активные компоненты. Расход такой косметики меньше, а эффект больше. Что особенно важно с наступлением жарких дней. Правильный уход – это использовать кремы с СПФ. Это снижает вред от ультрафиолета, защитит от пигментации и морщин. Летом важно увлажнять кожу лица, тело, а также волосы, чтобы защитить их от сухости, ломкости и увлажнить по всей длине. Выбирайте масла, флюиды и сыворотки. А мастхэв на лето – сухой шампунь. Им легко освежить прическу и придать объем. А если хочется изменений, то можно выбрать оттеночные маски для волос. С профессиональной косметикой дома можно создать для себя полноценный салон красоты. Есть средства для депиляции и ухода, автозагары, парафинотерапия, средства для ногтей, лаки, декоративная косметика, профессиональные утюжки и фены. В Абакане открылся еще один магазин косметики «Каприз». До 24 мая мы всем покупателям дарим подарки. Приходите и убедитесь, что профессиональный уход доступен каждой. «Каприз» Пушкина, 99, торговый комплекс «Саяны». Ценность денег ощущается сейчас особенно сильно. Люди задумываются о том, как сберечь и приумножить свои средства. Дельные вещи подскажут компанию, где можно разместить сбережения, а также использовать материнский капитал для приобретения жилья. Покупка недвижимости, пожалуй, одна из главных целей для молодой семьи. Однако многие сталкиваются с проблемой. Ипотеку получить сложно. Существует много формальностей, они заструдняют сделку. Здесь могут помочь кредитно-потребительские кооперативы. Мы работаем с государственными сертификатами на материнский капитал, республиканскими и региональными выплатами на третьего ребенка. Уже сегодня молодые мамы и папы могут получить ипотечный займ под материнский капитал, не дожидаясь трехлетия ребенка. Процедуры в КПК упрощены, поэтому вы можете получить одобрение сделки в первые часы после предоставления минимального пакета документов. Не нужно долго ждать. По таким займам также представлен широкий выбор тарифов. Кстати, можно получить займы не только на приобретение жилплощади в Абакане, но и на покупку недорогого жилья, например, в деревне. В том числе это может быть и строительство нового дома. Кроме того, в КПК можно и приумножить свой капитал, разместить средства, процентные ставки, как правило, выше банковских. Есть программы с разными условиями, в том числе и для пенсионеров. Например, в подарок мелкий ремонт электрики или сантехники. Частыми клиентами кооперативов становятся строительные компании. Они получают займ для выполнения государственных контрактов. При выборе финансовой организации лучше обращаться в местную компанию с репутацией. Вот такое, кстати, деньги от сбережений пайщиков не уходят в другие субъекты, а работают на развитие нашего региона. КПК «Энергофинанс» более трех лет. Мы включены в реестр кредитных кооперативов Центрального банка Российской Федерации. У нас можно выгодно разместить сбережения под высокий процент – 9,9% годовых. Все сбережения в нашей компании застрахованы. КПК «Энергофинансы» и патичные займы под материнский капитал. Абакан, Некрасова, 31А, ТЦ «Калина», телефон 21-42-12. Секреты на миллион Марата Башарова и откровения Надежды Бабкиной. Что еще смотрели по телевизору жителей Абакана в майские праздники в нашей рубрике. Старая телевизионная истина гласит – рейтинги в мае все равно упадут, даже если круглые сутки показывать что-то сенсационное или непристойное. Но этот май стал исключением. Самоизоляция по-прежнему заставляет людей сидеть дома и смотреть телевизор. Наибольшую аудиторию у экранов за это время снова собирает телеканал ТВ-7. Чуть позади стабильно держатся главные вещатели страны «Первый» и «Россия-1». А вот у каналов второго эшелона показатели выросли так заметно, что это видно невооруженным взглядом. Особенно завидные цифры у канала «Культура» плюс 10,5 тысяч зрителей с начала мая. Не отстает от нее и пул цифровых каналов в Юго-Сибири. Хорошо подросли ТВ-центр, Пятый, Домашний и СТС. Рейтинг-лист программ на минувшей неделе возглавляет «Нота Б» на итоги с Александром Тимофеевым нашего телеканала. Ее рейтинг по «Абакану» составил 20%, а аудитория – 33 тысячи зрителей. Это в 9 раз больше, чем у местной итоговой программы ГТРК и в 69 раз больше, чем у программы «Семь дней» губернаторского телеканала. Опередили наши итоги в своем жанре и российские информационно-аналитические программы. Как минимум в 5 раз. В День Победы федеральные каналы боролись за зрителя фильмами. Проиграла Россия-1. Ее главный хит этого дня – расширенную и ранее не показанную версию фильма Т-34 – посмотрели почти 7 тысяч абаканцев. И это на полторы тысячи меньше, чем у продолжения ленты «Диверсант» на Первом канале. Обращение президента России Владимира Путина в день 75-летия Великой Победы на трех федеральных каналах суммарно смотрели 12 800 жителей нашего города. Но все же главным событием в этот день в Абакане стало шествие бессмертного полка в телевизионном эфире и в социальных сетях Юга Сибири. По телевизору эту акцию увидели почти 22 тысячи человек и еще 14 тысяч в интернете. После апрельского успеха резко сдала свои позиции маска на НТВ. Когда интрига исчезла, рухнул и ее рейтинг. Какая наглость! Я все разгадал! Тайная станет явным сегодня? Да! Аудитория сократилась в три раза. А вот секреты личной жизни Марата Башарова здесь же на НТВ абаканцам были гораздо интереснее. О том, есть ли у артиста алкогольная зависимость и сколько раз он кодировался, узнали 5,5 тысяч человек. Еще один хит на ТВ в Абакане, пусть говорят на Первом, где впервые после больницы Надежда Бабкина рассказала о борьбе за жизнь. Программу смотрели 7,5 тысяч человек. В топе самых популярных фильмов на майских праздниках в Абакане Одесса Валерия Тодоровского, Москва слезам не верит Владимира Меньшова и зарубежные хиты. Трое на РЕН-ТВ, Пираты Карибского моря на СТС и Сага Сумерки на ТВ-3. Мы никогда не боялись вампиров. Начало мая для телезрителей Абакана было захватывающим и ярким. Но то ли еще будет, обязательно увидим. Ведь теперь я точно знаю, что вы смотрите на самом деле. Юстина, Роби, Альтаир и Добрыня – это редкие имена апрельских малышей в Хакасии. Самые распространенные – Софья, Алиса, Максим, Александр и Иван. О погоде на завтра расскажем после информации от спонсора прогноза сетей мини-дискаунтеров «Копейка». Огромный ассортимент соленой и свежемороженной рыбы по выгодным ценам ждет вас в магазинах «Копейка. Рубль бережет». Аппетитная скумбрия, сельдь, филе сазана, сочные брюшки, лосося, креветки или стейки в магазинах «Копейка. Рубль бережет» – каждый найдет себе рыбку по вкусу. Ментай – 139,90, сельдь – 84 рубля, горбуша – 172 рубля, скумбрия – 131 рубль, «Копейка. Рубль бережет» – Перятинская – 9 и Перятинская – 27. Купаться в реках и озерах спасатели не советуют. Это воздух, горячая вода, еще холодная. А завтра в республике жары уже не будет. В Абакане ночью плюс 14, дождь, днем температура плюс 19, небольшая облачность, ветер северный 8 метров в секунду. В Саиногорске ночью плюс 15, ливневый дождь и днем он продолжится. В светлое время суток воздух прогреется до 22 градусов, ветер северный 6 метров в секунду. На этом у меня все. Свои новости присылайте по телефону 8 923 020 77 00. Вопросы в редакцию задавайте на номер 222 700. А чтобы получать свежие новости в течение дня, заходите на наш сайт ctv7.ru. До встречи. Оставайтесь дома. Нота Бена работает для вас. Следите за информацией о коронавирусе оперативно на нашем сайте ctv7.ru и в соцсетях. А подробнее в прямом эфире в 19.00 на телеканале ТВ7 360. Берегите себя. Абакан активно развивающийся город. В него переезжают из других населенных пунктов, городов и даже стран. Спрос на комфортное жилье растет не по дням, а по часам. Растут новые дома ввысь. Вы только посмотрите, какой вид открывается из верхних этажей новых многоэтажек на Богдана Хмельницкого. Это пока еще самые высокие здания в Абакане и даже во всей республике. Это проект «Новостройка». Здравствуйте. Субтитры подогнали Симон. 17 этажей, около 400 квартир и сотни счастливых лиц. Вот они, современные абаканские новостройки. Еще пару лет назад здесь было всего несколько первых этажей, а сейчас этот дом полностью заселен и уже активно заселяется следующий. На съемках прошлых программ мы общались со многими жильцами новостроек и не видели ни одного хмурого лица. Все здесь счастливы и довольны своим приобретением. Еще бы, ведь о таких условиях жизни мечтает каждый. Уже на входе в новый дом, понимаешь, здесь все сделано на высшем уровне. Посмотрите на этот прекрасный вестибюль. Все чисто, красиво, просто глаз радуется. Каждое здание оборудовано системой видеонаблюдения, а контролирует спокойствие и порядок в парадных добродушные, ответственные консьержи. К ним можно обратиться по любому вопросу, связанному с ремонтными работами, бытом и комфортом жильцов не только внутри квартир, но и на всей общедомовой территории. Если даже кто-то посторонний зашел, мы уже жильцов своих знаем. Всех. Вместе с ключами от новенькой квартиры застройщик дарит новоселам различные бонусы, которые в дальнейшем помогут обустроить квартиру и добавить ей настоящего домашнего уюта. Я вас поздравляю. Ключи к главе семьи. Супруге мы вручаем сертификаты на сантехнику, на ночезной потолок, скидочные карточки на приобретение различных видов товаров со скидкой в разных магазинах нашего города, наших партнеров. Спасибо большое. Безупречное качество жилых домов и комфортное проживание жильцов на долгие годы, пожалуй, главная цель застройщика. Высокая сейсмоустойчивость конструкции, удобная планировка квартир и качественные, проверенные материалы, начиная от закладки фундамента и заканчивая облицовкой фасада и оформлением вестибюля. Еще на этапе планирования застройщик старается предусмотреть достаточное количество лифтов, чтобы жильцам не приходилось спускаться пешком или по утрам стоять в пробках внутри собственного дома. А грамотное планирование – это крайне важный этап в любом строительстве, ведь жилплощадь обычно покупается на долгий срок и многие квартиры передаются из поколения в поколение. Поэтому и в самих квартирах тоже все должно быть сделано на совести. Каково это жизнь новостройки и сколько времени проходит от получения ключей до заселения, узнаем из первых уст. Здравствуйте! Знакомьтесь, это счастливые обладатели квартиры в новостройке Виктория, Виталий и маленькая Софья. Скажите, пожалуйста, сколько времени вам понадобилось от получения ключей до заселения? Вот на всю обстановку, на косметический ремонт, сколько времени вы потратили? Чуть более двух месяцев. Вы все делали сами или привлекали? Нет, нет, привлекали, только часть сами делали. А что делали сами? Плинтуса, порожки небольшие, косметические такие. С консьержем как общаетесь? Нормально? Хорошо. Не грубит вам ничего? Хорошая женщина. Хорошая женщина, все устраивает. И чистота, и порядок. Для меня сейчас было удивлением первый дом с видеодомофоном. У вас тоже здесь в квартире видеодомофон, или он только у консьержа? Так, ну у нас в квартире пока его нет, но вообще-то предусмотрено. Какой потолок вашей квартиры? Сатиновый. Натяжной? Натяжной, да, который в Астинвест предлагает. Вот его и установили, получается. По сертификату от застройщика? По сертификату, да. Пришлось что-то вам доплачивать за него или нет? За него? Ну только, получается, дополнительные наши услуги, вот эти точечные освещения, которые делали. Которые, ну уже мы захотели сами. Сколько квадратов в вашей квартире? Так, 58,8. И во всей квартире, на все вот 59 квадратов, везде натяжной потолок от застройщика? Да. Что планируете сделать на балконе? Он застекленный, хороший, качественный, я смотрю, у вас балкон. Что планируете делать там? Обшить, утеплить потом в будущем. Вы не жалеете о выборе квартиры? Нет, нет. Это же наша первая собственная квартира, конечно, не жалею. Меня устраивает, что парк рядом, школа рядом, садики рядом. Здорово. Ну, удачи вам. Там побыстрее уже обжиться так, чтобы можно было уже прийти и расслабиться после работы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В одной из прошлых программ мы говорили, что одной из насущных проблем вторичного жилья является температурный режим в квартирах. Там он для всех един, и остудить квартиру можно лишь открыв окно, а согреть только с помощью дополнительных обогревателей. В новостройках же появляется возможность регулировки отопления в каждой квартире отдельно. Вода и тока отведения с соблюдением новых технологий и норм безопасности, противопожарная система, безопасные и удобные пандусы, прекрасный напор воды в кранах и на всех этажах, и все это благодаря современным технологиям. Так, например, комфортные условия для новоселов создаются застройщиком в Ласта Инвест при строительстве нового жилого комплекса «Уютный» на Маршала Жукова. Развитая инфраструктура, закрытый двор, множество парковочных мест и комфортабельные одно-, двух- и трехкомнатные квартиры различной площади. Многоквартирный жилой дом Маршала Жукова, 21, находится на завершающем этапе строительства. Выполнены работы по монтажу систем внутридомового водопровода, канализации, отопления, электромонтажной работы, установка окон. На завершающей стадии выполняются работы по пусконаладке лифтов, утеплении штукатурки фасада, утепление и гидроизоляция кровли и отделочные работы. Работы ведутся согласно утвержденного графика. Работа здесь действительно кипит. Как и в других новостройках от данного застройщика, стены и перегородки здесь выполнены из позагребневых плит, которые при монтаже дают ровную поверхность для нанесения финишной штукатурки. Мы нанесли финишную штукатурку, которая позволяет уже будущим хозяевам, собственникам зайти, уже поклеить обои, покрасить, нанести декоративную штукатурку и жить комфортно. Вместе с ключами от новенькой квартиры новоселы получают сертификаты на натяжной потолок и всю сантехнику в подарок. А также в этих квартирах будет возможна отделка под ключ. Любой интерьер на свежие, новые и идеально выровненные стены, пол и потолок. Здесь не нужно организовывать глобальные ремонтные работы, чтобы оформить интерьер под себя. Здесь не нужно избавляться от нескольких слоев старых обоев или штукатурки. Не нужно снимать полы, менять проводку, окна, двери и сантехнику. Все уже сделано из новейших материалов. Остается лишь украсить все на свой вкус. Но как ни одно блюдо не приготовится без умелых рук, так ни один дом не будет построен без работы профессионалов. Строители настолько закаленный народ. Несмотря на условия погодные, они работают всегда. А у нас в Хакасии вообще все, что есть, какие трудности для строителей, у нас присутствует все. Резко континентальный климат, это жара, это мороз, землетрясения, сейсмичный район, ветра. То есть все, что можно, у нас это все присутствует. Но строители – это такая, знаете, отрасль, это такая команда, которая работает при любой погоде, при любых условиях, при любой сейсмике, при ветра, дождей, снега, морозы. Это настолько для них нормально, что они привычны к этим условиям, и они работают всегда, они всегда в строю. Стропольщики, монтажники, каменщики, сварщики и многие другие – вот киты, на которых держится строительство жилых домов. Эти сильные, порой суровые и бесстрашные, сосредоточенные на своей работе люди создают те условия, в которых будет приятно и комфортно жить долгие, долгие годы. Строители – это очень надежный народ. Они всегда четко понимают задачу, поставленную руководителем. Когда идет сдача, вот объекта в эксплуатацию, здесь, как говорится, все строители плечом к плечу друг к другу. Конечно, это благодаря слаженной работе команды. Я очень благодарю весь свой коллектив, каждого строителя, каждый из них мне дорог, как родной человек. Большое вам спасибо, мои уважаемые, любимые строители. Если вы давно планируете приобрести комфортное жилье в новом доме, сейчас самое время. Сегодня государство принимает неимоверные усилия, меры поддержки и покупателей, и застройщиков в том числе. Например, сегодня предлагается очень хороший продукт по ипотеке – это 6,5%. А также особые условия для многодетных семей. В жилом комплексе «Парковый» на Магданах-Мельницкого свободных квартир осталось совсем немного. В уютном на Маршала Жукова чуть больше. Одно, двух- или трехкомнатное – выбирать вам. В любом случае вас ждет комфорт и счастливое проживание на долгие годы в своей собственной квартире. Звоните 32 22 77, код города 3902. Отдел продаж «Власт и инвест», город Абакан, Кирова, 105. Следите за тем, как строится новое жилье в нашем городе в проекте «Новостройка». Выбирайте для себя самое лучшее и живите с комфортом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok